Мы так офигенно ехали. Такая погода клёвая, смотрите. Сашами на ходу говорит Настя, что-то случилось с машиной. Горит. Я реально хотела на ходу выбежать из машины. Что горит? Не знаю, все системы загорелись. Тимур, привет. Слушай, у меня елка загорелась. Вообще абсолютно все системы горят. Что это может быть? Я просто на дачу еду. Что, до дачи я не доеду? Лучше скинуть, да? Что? Говорят, что глю какой-то у коробки может быть. Типа, блядь. Надо скинуть клемму. Короче, я по-моему чиниться. Прикинь, все потухло. Как такое вообще может быть? Бред какой-то. Ну ты есть аккуратненько, не гони, ладно? Да не, ну сейчас система нормально работает. Просто клевый какой-то, я не понимаю, что первый раз такое. Между нами метает лёд, пусть теперь нас никто не найдёт. Мы с тобой в третьем. Мы промокнем под дождём, и сегодня мы только вдвоём. Между нами метает лёд, пусть теперь нас никто не найдёт. Мы промокнем под дождём, и сегодня мы только вдвоём. Только вдвоём. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 Вот это вот центр, центр вынимается. И камень для пиццы, если что угодно. Да, да. Центр вынимается, можно вот этот камень для пиццы, но это не нужно такой чугунной решеткой для стейков, если не чугунная. Это волк, это для роста, для пиццы. Берешь, наливаешь сюда в стакан что-то, либо там, ну не знаю, допустим, темное пиво, да, и сверху сажаешь курицу, как раньше бабушки жарили на банках, на бутылках. Вот, ну это просто коврога, то есть ряд аксуаров именно вот для такой вот. То есть и казан сюда можно дать? Да, да. Круто. Все, да? Пластиковый, да? Купозит, да. Прикольно. Из пленки какой-то сделал. Он весь такой, да, получается? Да, вот коврога, получается, это чисто в кужу. Круто. Показывай самое интересное. Да, здесь, смотри. Вот этот набор инструментов. Ага, огонь. Это для чистки решетки. Ага. Мясо пожарил, мясо снял, немножко прокалил его там, и прям решет чистишь. Это вот мясо брать, да? Брать шерпцы. Так что-то, б***ь, чем этот? Роза, что ли, какие-то? Малина. Новая технология iGrill. Это термостат, да? Или что это? Это термометр. Да, термометр. Мясо мерять. Да, для определения. Он прямо мясо меряет, да? Да. Ну, давай, открывай. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ребят, больше всего сейчас хочется кинуть кусок мяса, потому что на улице очень холодно. И съесть его сразу же гореть. Так, теперь надо законодательство. Смотрите, можно отслеживать. Не знаю, видно вам или нет. Да, то есть можно отслеживать температуру. Смотрите, здесь график. Пока собирали, короче, до 18 градусов, охладились. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Короче, ребят, теперь можно извращаться по полной. Круто! Ну что, ребят, первый тестовый проба от пира, так сказать. Мне чем нравится гриль, то что нет запаха дыма. Одежда не воняет, то есть как готовишь, но при этом ты находишься на природе. Смотрим, что у нас с шишеком. Удал сок. Мать какая красота! Чтобы не пачкаться, возьмем щипцы. Давайте вот сюда и положим. Ой, запах! Достаточно быстро, кстати, набирается, если гриль хорошо прогрет. Здесь чем хорошо? Сразу будет стекать жир, он никуда не денется, официальный крепеж. Теперь праздник живота у меня будет каждый выходной. Буду приглашать друзей, и мы будем тестировать его. И в хвост, и в гриву, так сказать. Очень удобные, кстати, щипцы, смотрите. И так вешаешь, нажимаешь, хоп, они едят. Потом берешь в ногу. Ну, парень готова снова. Я предлагаю пробовать. Мне кажется, готов. Идем домой попробуем. Ребят, немножко я его передержал. Ну, то есть 300 температуры, конечно, неадекватно, потому что подгорело немножко. Но очень вкусно. Короче, надо почитать, как же правильно баранину готовить. На самом деле, на глаз у тебя просто. Буквально несколько минут. А тут темно. Короче, ребят, хотел снять, как мы парим Рома, показать вам классический русский пар. Ну, блядь, Рома свет выключил, Рома лампу выкрутил, пазла. Ну, Саш. Я же тебя не буду выкладывать. Не выкладывай. Я тебя вырежу. Ага, знаю я. Что, не вырезал ни разу? Я вообще не отвечаю Рома в русский. А как ты отвечаешь? Любишь, наверное. В общем, ребят, в чем кайфово еще гриль в том, что не надо стоять на улице. Просто пошел кнопку нажал, и через 5 минут можно жарить. Так, подожди, сейчас он разогревается 5 минут. Ровно 5 минут. А потом что? Все, кидаешь и все жарит. Докрываешь. Причем мы его раскладываем, чтобы... Дождя, переворачивать не надо? Один раз. Ребят, хочу показать, как ухаживать за грилем. Ну, то есть, как его чистить. Просто раскаляете, берете вот эту щеточку, открываете. И вот такими движениями счищаете все, что у вас здесь накопилось. Все, у вас идеальный чистый гриль. Сейчас самое... Ты реально вовремя открой крышку, да? Вот, то хотят не грилем. Ребрышки вообще мощь получились. Воу-воу-воу, полезно. Вот так, вот-вот. Прямо. Идеально, да? Это в конце, потому что выкладывали уже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оно готовое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, приходите к нам в гости, посмотрите, как у нас вкусно. У-ху! Крючки, гвозды. Порвать просто. Порвать. Да. Свети. Саня, а ты что скажешь? Йоу. Прикиньте, а вот все это время мы реально просто парились в бане. То есть мы это время не разжигали костер. А мы все, мы попарились и вышли. Не, кайфово, мне очень нравится, что... Вышли, пожарили. Да? Минимум грязи и минимум дыма. Ты после дачи приезжаешь, и у тебя все вещи... Их все, их даже в шкаф не повесишь, потому что они воняют. Да-да, я стираю всегда вещи. А сейчас мы стоим, у нас ничего не воняет, потому что нету просто дыма. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрали. Да. Так, Жень. Блин, что это каждую баклажанинку, что ли? Ну, надо было не речь их отцелыми тирать. Да, отцелыми, да, надо было бы. Вот баклажан можно было бы целиком вообще до огня запечь. Картофан нормальный? Готово. Офигенно. А вкусная картошечка, Каташа? Я старалась. Мы с Наташей стараемся. Батату. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня. Наташ, ты испортила я сейчас просто. Как здорово. Быстрее мы все здесь есть. А Руми я пою. Жрать. Я люблю жрать. Мне бы только пожрать. Во мне два метра. Мне нужна еда. Так, мясо готово. Мясо давно готово. Фигенная вообще. Красота. Красота получилась, да? Офигеть вообще. Вот это особенно, смотри. Это просто нежнейшее. Это девчонка. А вот это самый жир. А жир, кстати, едят? Жир едят, когда он горячий. Давай быстрее жир я хочу. Накрывай. Я понес, да? Беги-беги. Так, что у нас здесь есть? Баранина. Кореечка. Курочка, карри. Ребят, баранина просто бомба. Смотрите, она капает аж. Ну что, приятного аппетита. Брутально, пожалуйста, выпей. Да я сейчас набухаюсь. Не, ну брутально выпей вина. Я сейчас брутально набухаюсь. Брутально. Мама. Все цивилина? Да, да. Мама. Я решил в каждом видео передавать тебе привет. Поэтому передаю тебе привет. И у меня все хорошо. У меня хорошие друзья. У меня хорошие друзья. Мы не были. Что тебе приятно от твоих подписчиков? Хорошо. Приятно, потому что взрослая аудитория. Адекватная. Очень много хороших людей. Много очень. Приятно, когда встречаешь на улице, к тебе подходят взрослые, адекватные люди и говорят, что, Саня, мы тебя смотрим. Как дела там? Что они спрашивают? Сегодня утром. Вчера вечером мы долго мариновали это мясо. Спасибо большое Женьку за то, что он нам такую красоту всегда готовит. Спасибо. И я сегодня утром просыпаюсь, и Наташа первым делом подходит ко мне и говорит, посмотри в окно. Я открываю окно и вижу, как Саша там уже копошится что-то с какими-то мужиками. И вижу просто такую офигенную, крутую, шикарную гриль большую. Я, когда Саша сказал, что типа гриль купит. Я говорю, Саша, ну зачем у нас есть мангал? Зачем за такие деньги покупать гриль? Что за бред вообще? Он загорелся этой идеей и говорит, нет, я буду покупать гриль сто процентов. В результате, я когда просто открыла окно и увидела эту красивую гриль, реально крутую, прям пафосную такую, офигенную. Видно, что там все с умом сделано. И я такая думаю, офигеть, Наташа, да? Я говорю, круто, просто круто. И мне сразу же захотелось пожарить мясо. Они установили, мы с ним сразу же пошли. Я не могу оторваться. Мы сразу же пошли, пожарили по кусочку себе. И просто, знаете, самый настоящий, самый правильный во всей этой истории человек, который нужен нам был для того, чтобы протестировать жиротву, это он. Настя, пошли рыбу коптеть. На улице жесть. Пиво в снегу стоит, кстати, до сих пор. Никто его не выжил. Ну что, получилось, Рома? Да. Мы, короче, с Ромой дизайн продумываем. Преображение крузака. Короче, такой вот скетч мы сделали, да? Ты что, прикалываешься? Ребят, всем доброе утро. Мы нашли самый большой минус в гриле. Это то, что постоянно приходится приготовить и жрать. Вот сейчас хотим сделать скумбрию. Женек будет делать по своему рецепту и по своему. По какому я делаю рецепту? Я делаю по рецепту, купил специю для рыбы, засыпал, посолил и кинул на гриль. Все. Вот, Женек, делать по какому-то, Жень? Что ты будешь делать? Я другую взял приправу. То есть ничем не отличается, в принципе. Просто другая приправа. Лимон. Лимон кладем прямо в живот рыбе. И давай передать вкус. Брюшко. Брюшко, да. Присаливаем максимально. Короче, приправу можно не жалеть, рыба возьмет сою и соль тоже, в принципе. Ром, ты уже хочешь есть, да? Ну выглядит проще огонь. Да, здесь у нас черный перец. Соль. Соль. То есть более классический такой метод. Зачем лимон внутри кихать? А он, во-первых, запах. Аромат. Аромат дает. Кислинку. Кислинку, да. Ну то есть рыба идеально вообще с лимоном заходит. А, еще укроп и этот. Супер. И добавляем масло. А масло зачем? Корочку образует. Угу. Ну все, в принципе, можно выкладывать в контейнер все это. И мариновать все остальное. Угу. Вообще, ребят, мы сейчас будем жарить рыбу, поэтому средние отключаем горелки. А крайние делаем на половину, потому что это рыба. Она жарится порядка 20 минут. То есть мы поняли, как здесь все это дело регулируется. И что, поехали? Все, закрываем. Все, закрываем. Да, теперь у нас, надеюсь, мы не должны заглядеть до всякого времени. Время, время, время. У нас время, деньги. Деньги, рыба. Рыба, деньги. Ром, если ты плохо будешь снимать, тебе подписчики потом напишут в комментариях, что ты нехер не снимаешь. Я стараюсь ловить. Ребят, смотрите, чтобы вы понимали, на улице снег. Ром в шортах. Ром, ты на свэк или как-то? На самом деле, прикольно и тепло. Да? Ну, она готова, да? Разваливается. Да, я думаю, этот край сейчас запечь на минут 5. Да. Вот крайний, смотри, прям вообще. Не, они все хорошо получились, они не горелые, вот как надо, да, мне кажется? Вот, ребят, хочу вам показать, сколько жида. Она до сих пор сейчас капает, поэтому не буду вам показывать. Ну, вот канцерогенов, в общем, там целая корыта. Короче, у нас все готово. Я думаю, что это можно не комментировать, потому что получилось идеально. Смотрите, она вообще не горелая. Рыба на гриле. Она очень быстро остывает, поэтому вперед! Короче, получается очень вкусно. Как-то нереально. Девчонки заценили. Огонь? Угу. Угу. Ребят, на этом у нас все, всем удачи и пока.